МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Приветствую вас, друзья! Сегодня в главной роли заслуженный деятель искусств Российской Федерации, композитор, дирижер, художественный руководитель и главный дирижер Академического Большого концертного оркестра имени Силантьева Александр Клевицкий. Очень рад вас видеть, Саша. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы же майский. В мае родились? Первого мая. Первого мая. И вот концерт в Большом зале консерватории масштабный, с прекрасными солистами, с прекрасными участниками, с прекрасными музыкальными коллективами. Это что, это подарок самому себе на день рождения? Да нет, я думаю, что это этап какого-то очень достаточно приличного, большого, наверное, пути. Я стремился к этому, наверное, всю жизнь, потому что для музыканта выступление в этом намоленном храме, в этом зале, на сцену которого выходили, но просто самые известные музыканты и какие музыканты. Вообще слово «московская консерватория» у меня вообще вызывает восхищение, понимаете. Поэтому я считаю, что для музыканта просто выступление в этом зале – это огромная честь. Тем более такой большой концерт, который я, так сказать, хочу. Три мировых премьеры. Показать, да, это для меня просто вот это что-то космическое, могу сказать честно. Ну, этот год был для вас, как и для многих, для всех, очень сложным. Это не секрет, многие за вас переживали. Вы тяжело выходили из этого постковидного ужаса. И когда, собственно, вы вернулись к работе, насколько это свежие произведения, я имею в виду, те, которые будут звучать в концерте? Вы знаете, удивительная вещь. Вот когда действительно у меня совершилась беда, да, я заболел, тем не менее творческая мысль не останавливалась даже вот в этом состоянии. Поэтому фортепианный концерт, который будет исполняться, будет мировая премьера, исполнять его будет замечательная пианистка. Это Екатерина Мечетина. Так вот, вот этот концерт для фортепиано я начал писать на больничной койке. У меня просто был с собой iPad с программой музыкальной. И я карандашиком вот прямо уже писал ноты, прямо партитуру, и написал очень его быстро, буквально за 10 дней. В какой тональности, в миноре или в мажоре? Вы знаете, что он мажорно-минорный, если так можно сказать. У него три части. Первая такая браворная часть, может быть, даже с какими-то современными ритмами, я бы так сказал. Хотя это абсолютно академический жанр, никакой эстрады там нет. Allegro agitato. Con brio. Вторая часть такая очень лирическая, такая напевная, напоминающая чем-то мелодии, может быть, даже из советских песен, может быть. Но это, как мне кажется, у каждого своего воспитания. А у вас была такая страница биографии, связанная с советскими и с российскими песнями? Ну, она и осталась, я ничего не вычеркиваю своей судьбы. И третья часть, она такая бравурная. Там есть и что поиграть, и много переменного размера. И, в общем, вот Катя уже приходила на репетицию, мы уже это играли. И нам с ней вместе все больше и больше это нравится. Но это же необыкновенное удовольствие слышать живую свою музыку, тем более в таком исполнении. Вы знаете, даже процесс написания очень интересен. Но ты с нетерпением ждешь вот этой первой репетиции, услышать, наконец, вот это звучание, это чувство ни с чем не сравнимое. Какие-то правки вносятся? Конечно, безусловно. Вносятся, да и будут носиться, видимо, до выхода на сцену. Ну, то есть вы такой здесь немножко Николай Рубинштейн, который Петру Ильичу Чайковскому по поводу себе мальминорного концерта. Для меня нескромное, конечно, сравнение с великими людьми, да, ну, очень приятно. Будет также в этом концерте, в моем гала-концерте, будет концерт, написанный для Волторной, который будет исполнять великолепный музыкант, всемирно известный Аркадий Шоколупер. И я очень рад, что Аркадию понравился этот концерт. И он с большим чувством тоже пришел на репетицию, мы уже его играли. Вот у нас еще бы впереди несколько репетиций. И я назвал этот концерт «Зимняя сказка». Назвал, потому что он тоже совсем свежий. Эта зима в Москве была очень снежная, очень красивая. И вот я, так сказать, вот так получилось, да, что я вот задумал, увидел вот эту красоту природную, природную красоту и написал этот концерт. Ну, сразу вспоминаются Волторновые концерты Моцарта, Карла Марии фон Вебера. Ну, да, я, у Ишпая замечательный есть Полторновый концерт. Но, вы знаете, у меня он такой получился, такой лиричный, что-то. То есть это сказка, я назвал его «Зимняя сказка». То есть сначала идет такая зарисовка природы, потом злые силы прилетели, стали бороться с добрыми силами. Ну, в итоге все закончится хорошо, и такая в конце колыбельная. В общем, мне говорят, что концерт нужно обязательно заканчивать, чтобы это был какой-то браворный такой вот всплеск. А я решил наоборот. Думаю, что публика не заснет. Ну, Аркадий Шелклопер фанат абсолютно духовых медных, Волторная. У него есть совершенно аутентичные, невообразимого размера. Раскладывающие. Рога. Да, 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 такие, которые все время публику повергают сразу в неописуемый восторг, еще до извлечения нот. Поэтому, конечно, он в этом смысле профессионал большой и очень заинтересованное лицо. «Бог Троицу любит», третье что? Будет исполняться моя симфония, которую я назвал «21 век. Борьба продолжается». Она программная. Первая часть так и называется «Борьба продолжается», вторая часть называется «Память», и третья часть называется «Ветер перемен». И симфония посвящена борьбе маленького человека с окружающей действительностью, с силами природы преодолеть, которую человек сегодня не в состоянии практически, с катаклизмами, с политикой, с войнами. Вот идет вот эта борьба, и мне вот хотелось бы показать, может быть, такой беспомощный что ли человека вот перед вот такими огромнейшими угрозами, которые над ним стоят, понимаете. И заканчивается... Она такая у меня получилась, я бы сказал, может быть, даже патетическая, то есть она не веселая совсем такая музыка, но я попытался... Там много линий всяких в ней... И я, в принципе, в ней завершил каждую линию. И в конце... Да, и начинается эта симфония звуками вибрафона, который, развиваясь, в конце перерастает в перекличку вибрафона и колокола. И, может быть, как не банально, но как у Хемингуэя, по кому звонит колокол, он звонит по каждому из нас, понимаете. Здесь такая вибрафон, хрупкая душа человеческая. Ну да. И в конце такое у меня размышление, когда заканчивается уже практически симфония, такая как бы пост-людие, что ли, идет флейта на фоне вот этих колоколов. Как мне показалось, что вот такая зарисовка. Это симфонический оркестр с участием хора или только инструментальный? Значит, вы знаете, ну будет, во-первых, конечно, весь вечер на сцене оркестр, академический большой концерт на оркестре Минселандии, в котором я уже имею честь руководить им 15 лет. В этом году ровно 15 лет. Вот. Будут несколько хоров. Будет камерный хор Московской консерватории. Будет государственный тульский хор. И международный хор, руководитель Сидоренко. Но всеми хорами будет управлять замечательный мой друг близкий. Александр Соловьев. Да, Александр Соловьев. Приветствую большое. Профессор Московской консерватории, декан. Сегодня он уже ректор Российской хоровой академии. И я очень просто рад нашим музыкантским и человеческим с ним связям. Просто замечательный музыкант и человек. Я посмотрел солистка Евгения Кривицкая. Орган будет партией Органа в симфонии. Это не в симфонии. Дело все в том, что когда-то еще в начале 80-х годов мне попалась маленькая на 20 листов такая... Такой философской эссе, я бы сказал. Ричард Бах написал «Чайка» по имени Джонатану Ленингстону. Если вы помните, это был такой бестселлер, потому что Ричард Бах, который был американский летчик военный, и вдруг его осенил, он садится, никогда этого не делал. Сел, написал вот эту штуку, и она стала просто бестселлером. И на меня вот этот «Чайка» произвел тогда колоссальное впечатление. И я написал тогда музыку, посвященную «Чайке» Джонатану Ленингстону. И она лежала, лежала. И вот она дождалась своего часа, да. Я оркестровал это. То есть будет оркестр, орган и солистка Мария Челмакина будет петь. Там есть соло, сопрано. Такая интересная такая кантата получилась. Сколько это действие, по-вашему, должно продолжаться? Будут ли какие-то приветственные слова? Или это будет академический концерт? Ну, вы знаете, какие-то, может быть, небольшие приветственные слова будут. Потому что будет исполняться, во-первых, тоже новое сочинение. Это такая поэма, называется она «Просыпается страна». Посвященная нашей, конечно, стране. Вот. И замечательные стихи к этой поэме написала Елена Емпольская. Она сегодня возглавляет комитет по культуре Госдумы. Но она очень талантливый человек, очень творческий человек. И вот так получилось, что мы с ней это написали. И будет эта поэма уже исполнялась. Она исполнялась уже на празднике Победы в Кремле и в других концертах. Вот. Ну, вот здесь она тоже будет исполняться в изложении хора и оркестра. Вот. И будет, конечно, концерт свой я назвал «Гимн музыки». И последнее сочинение в этом концерте так и называется. «Гимн музыки». Солисткой там будет оперная дива. Она солистка новой оперы Елены Терентьевы. Да, конечно. Вот. Елена очень тоже способная, красивая женщина, красивая певица. И будет исполнять, так сказать, вот это сочинение, которое завершит весь концерт. Вот. Я пригласил прийти на этот концерт. Много музыкантов, композиторов. Я хочу, чтобы это был праздник музыки, чтобы... Вы знаете, я так люблю музыкантов, я так люблю своих коллег, что, знаете, у меня нет вот такого какого-то соревновательного духа. Совершенно нет. Я всегда люблю чужую музыку, потому что я дирижер. И через мои руки, и через мою голову, и сердце проходит очень много музыки, написанной моими друзьями, авторами, другими композиторами. Поэтому я очень всегда стремлюсь к дружбе, к тому, чтобы мы объединялись, чтобы мы были с ними вместе. Вы генеральный директор Российского музыкального союза. Там масса обязанностей, масса неотложных дел. Забегая чуть-чуть вперед, в сентябрь, уже несколько лет существует премия под названием «Чистый звук». Как она поживает? Чуть-чуть об этом. Вы знаете, вот в этом году сейчас работают уже жюри. У нас два жюри. У нас жюри для первой жюри, в которую входят в основном звукорежиссеры. Они отбирают... Потому что эта премия в основном, поскольку «Чистый звук» — это премия, которая выявляет лучшую звукозапись, произведение, написанное отечественными композиторами, и записанное. И поэтому сейчас работают жюри по отбору лучших сочинений. И прислано уже достаточно большое количество работ. А вскоре после первого жюри, после этого отбора, будет работать второе жюри, которое уже будет смотреть не только на качество звукозапись, как это записано, но и на художественную ценность. И мы с нетерпением ждем их решения. Я надеюсь, что мы с вами вместе встретимся, когда будут подведены итоги на церемонии вручения в этой репетиции. Это будет сентябрь, да? Где-то в начале сентября. Число сейчас не помню. Ну что ж, Александр Леонидович, спасибо вам большое. Я считаю, что этот год, несмотря на все тяготы, ну, вот видите, искусство рождается в борьбе. Да, иногда и чаще всего даже с самим собой. Но борьба продолжается. В том-то все и дело. Об этом говорят ваши произведения, первая часть вашей симфонии. Правильно? Я вас поздравляю с днем рождения, с прошедшим. И желаю вам, чтобы вот эта творческая, постоянная энергия, она присутствовала у вас. Ну и, конечно, все заканчивалось концертами в лучших залах столицы. Спасибо большое. Я очень был рад сегодня с вами, как всегда, общаться. Надеюсь, не последний раз. Спасибо большое. Александр Калевицкий, дирижер и композитор сегодня в главной роли. И говорили мы об авторском вечере в Большом зале Московской консерватории, который называется «Гимн музыки». И этот вечер состоится уже завтра. Так что до встречи. Всем вам низкий поклон. Обязательно увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова